Здравствуйте, уважаемые зрители! Я уже рассказывал о работе с матрицей 16 на 16 адресных светодиодов. Ссылка на видео есть в описании и появится в подсказках. А сегодня хотел бы подробнее рассказать об устройстве и принципе работы самого адресного светодиода WS2812B, из которых собственно и состоят подобные светодиодные матрицы. По сути, как и классический RGB светодиод, светодиод WS2812B содержит в себе три светодиода красный, зеленый и синий. Важной особенностью является то, что внутри каждого адресного светодиода присутствует миниатюрный контроллер, который позволяет получать цифровой сигнал от управляющего устройства и преобразовывать его в аналоговый сигнал для каждого из трех базовых цветов, различные сочетания которых и дает нам все остальные цвета видимого спектра. Благодаря этому передавать информацию о цвете мы можем всего по одному проводу. Информация передается пакетами по 24 бита, где в каждой из 8 бит закодирован свой цвет зеленый, красный и синий. Ноль у нас записывается как чередование короткого импульса высокого уровня сигнала и более продолжительного низкого сигнала. А единица наоборот, длительный высокий импульс и короткий низкий. После паузы в 50 микросекунд чип светодиода считает прием данных завершенными и отправляет сигнал на встроенный светодиод. Более того, светодиоды могут соединяться последовательно и все равно управляться одним проводом, идущим от управляющего устройства. Что мы и наблюдаем в случае светодиодной матрицы. Тогда следующие 24 биты передаются по цепочке и следующему светодиоду. Пин ДИН, которого подключен к пину DOUT предыдущего. И так далее по цепочке. И еще подчеркну, что речь идет именно о модели WS2812B. У модели WS2812, то есть без буквы B на конце, 6 пинов, так как отдельно осуществляется питание контроллера и встроенных светодиодов. Если взглянуть на адресный светодиод под микроскопом, то хорошо виден сам микроконтроллер светодиода и идущие от него нити тоньше человеческого волоса к каждому из встроенных светодиодов. Можно увеличить масштаб еще в пять раз и более детально рассмотреть светодиоды. Вот это у нас синий светодиод. Вот так вот интересно выглядит красный светодиод. Справа зеленый светодиод. А под ними встроенный в каждый светодиод контроллер. Перейдем к схеме светодиода. Пин 1, обозначенный на схеме как VDD, служит для подключения питания от 3,5 до 5,3 вольт. То есть сюда мы будем подавать питание 5 вольт. Наискосок от него пин 3, обозначенный как VSS, для подключения земли или минуса источника питания. Пин номер 4 DIN служит для получения цифрового сигнала от управляющего устройства. То есть подключать мы его будем к любому цифровому пину микроконтроллера. А пин 2 DOUT служит для последовательного подключения еще одного такого же светодиода. Определить где какой пин находится помогает выемка треугольной формы в одном из углов светодиода. Собственно она присутствует и на схеме. Сделана она рядом с третьим пином, то есть с пином подключаемым к земле. И благодаря ей понятно расположение всех остальных пинов. Для демонстрации работы с адресным светодиодом припаяю ему четыре ножки, чтобы дальше было проще размещать его на макетной плате. Смажем флюсом контактные площадки светодиода и по капле припоя на каждую. Светодиод у меня снизу прилеплен на двухсторонний скотч, чтобы не смещался припайки. Ножки возьму от резисторов. Все равно обычно их обрезать приходится после припаивания на плату. Припаиваем все четыре ножки. Далее аккуратно их изгибаем и получаем вот такого четырехногого красавца, которого уже можно размещать на макетной плате. Подключаем адресный светодиод кардуино согласно схеме. При подключении нескольких светодиодов к схеме добавляются конденсаторы для сглаживания резкого увеличения или уменьшения потребления тока отдельными светодиодами. В общем-то на покупных матрицах и светодиодных лентах они присутствуют. А вот при самостоятельном изготовлении светодиодной матрицы нужно это учитывать. Но так как светодиод у нас всего один, стандартно защитим его резистором на 220 Ом. Также резистором на 220 Ом будет защищен пин Arduino Uno. Теперь перейдем к скетчу. Я буду использовать библиотеку FastLED. Подробно о библиотеке FastLED я рассказывал в отдельном видео. Ссылка в описании и в подсказках. Светодиод у нас один и подключен он к третьему пину. Далее идет и инициализация библиотеки и установка яркости светодиодов. После этого нулевому, то есть первому и, собственно, единственному светодиоду устанавливаем красный цвет стандартной функции CRGB, которая задает интенсивность каждого из трех цветов. И отправляем сигнал на светодиод. Загружаем скетч и видим как светодиод светится красным цветом. Последовательно можно раскомментировать и другие строки и включить и другие цвета. Зеленый и синий. Интересно работа встроенных светодиодов выглядит под микроскопом. Вот у нас горит красный светодиод. Теперь переключаемся на зеленый. Он загорается правее красного. И включаем синий светодиод. Он загорается левее красного. Теперь добавим на макетную плату потенциометр на 10 кОм. И будем плавно менять цвет, вращая его регулятор, как я делал в ролике про управление цветом RGB светодиода. Ножку номер один потенциометра подключаем к минусу макетной платы. Ножку номер три к плюсу. А центральную ножку номер два подключаем к аналоговому пину А0 Arduino Uno. Видоизменим скетч, добавив в функцию Loop блок кода, позволяющий плавно менять цвета, проходя весь видимый спектр от красного до фиолетового при вращении регулятора потенциометра. Только функции RGB и функцию Analog Write, которую мы использовали для задания интенсивности каждого цвета, в случае RGB светодиода, заменим на функцию CRGB, которая будет управлять цветом адресного светодиода. Загружаем скетч в Ардуино и можем с помощью потенциометра управлять цветом адресного светодиода от красного до фиолетового. Теперь добавим на макетную плату еще один адресный светодиод. Подключим его ножки к питанию, а пин DIN к пину DOUT первого адресного светодиода. И так как у нас уже два светодиода, добавим как положенное по инструкции к схеме конденсатор. Подойдет вот такой вот на 470 микрофарад 16 вольт. Загрузим прошлый скетч, только увеличим число светодиодов до двух и в функции RGB инвертируем значение каждого цвета. То есть там где у нас был красный будет фиолетовый и наоборот. Загружаем скетч в Ардуино, начинаем вращать регулятор потенциометра и видим как светодиоды по-разному меняют свой цвет. У нас здесь всего два светодиода, мы их можем запитать от Ардуино, так как суммарно потребляемый ток ими небольшой. Если светодиодов больше, то обязательно нужно запитывать от внешнего источника питания. Теперь, когда мы подробно разобрали устройство и работу адресного светодиода, можно переходить к созданию собственной светодиодной матрицы, ленты или изделия иной формы. Чем мы обязательно займемся в одном из следующих видео. Спасибо за просмотр, до встречи в новом видео.